Ребята, всем привет! У меня в гостях миллиардер Игорь Рыбаков. Игорь, приветствую. Привет. Когда говорят «миллиардер», это вообще какие вызывают эмоции? Ну да, пофиг. По барабану? Да. А нет такого, что наоборот, немножко давят с обратной стороны, что не очень приятно, потому что как будто... Ну, как-то вот такая вроде бы важная цифра, а вроде бы и давление создается неправильное. Ну, мне как цифра-то нравится, миллиард и триллион нравится. Ну, только смысл-то... Смысл в том, как я себя чувствую, а не в том, какая цифра у меня там где-то висит или кто-то меня называет. Вот, мне гораздо больше интересно, конечно, что, ну вот, например, я в университет строю, детские садики, академию, там, ну, какими-то вот такими вещами занимаюсь, там, клуб ЭКИО, например, клуб владельцев бизнеса, да, там, еще какие-то клубы, вот, ну. Но людям хочется называть почему-то меня миллиардером, ну, окей, я окей с этим. Приятный статус. А какой вот, как говорит Черняк, не будем его копировать, но тем не менее, какой сейчас вообще статус основной деятельности? Я так понимаю, что есть сады, куда, сады и школы, куда много фокуса внимания. Есть огромный медиавес, потому что я вижу, видосы на ютубе выходят просто с такой частотой, что сложно конкурировать какому-либо другому блогеру. Что сейчас вообще в основном фокусе, какая деятельность? Сейчас в фокусе образовательная деятельность. Ну, скажем так, я называю это проект личного бессмертия, и называется он университет. Рыбаков университет, это их здесь академия, это школа наук и бизнеса, это детские сады и школы. То есть несколько проектов, связанных с образовательной деятельностью. В принципе, 60 где-то процентов времени я этому уделяю. Ну, безусловно, уделяю время семье, бизнесу, бизнес для того, чтобы кормить свои образовательные проекты. Поэтому вот такая вот история. У меня вот, я помню, когда я первый раз увидел вас в медиапространстве, это, наверное, год-четыре было назад, и тогда прям такой, мне кажется, был момент, когда и Оскар тоже начинал делать, мне кажется, в одно примерно время там стартовали, какую-то активность, и у меня всегда, ну, тогда, я помню, очень такой яркий был вопрос, зачем человеку, у которого есть огромный бизнес, у которого большой капитал, у которого разные направления бизнеса, идти в медиапространство. И я смотрел много интервью, и там есть как бы была одна из мыслей, что для того, чтобы вот развивать филантропическую деятельность, да, там, освещать это все и так далее. Но я так понимаю, что сейчас это все немножко уже другой окрас какой-то приобрело, и что это не только для развития какой-то своей филантропической деятельности, а еще для чего-то. Вот мне очень интересно, потому что для меня в целом очень здорово сидеть за одним столом с миллиардером, но еще интереснее то, что помимо того, что у вас есть огромный бизнес, есть еще очень много видов деятельности, которые не присущи миллиардерам и людям с таким капиталом. И я не очень понимаю, откуда это берется, и мне это очень интересно понять. Ну, основной, ключевой, скажем так, драйвер, все же это образовательная филантропическая деятельность. Я сразу скажу, я так и не смог за деньги купить должное внимание к тем проектам в филантропии или в образовании, которые я делал, за любые деньги. То есть в любом случае на телеке, в прессе, в журналах, в ютуб-блогах, везде, у журналистов. Не важно, за какие деньги, ты все равно оказываешься где-то там, в том месте, где они сами решат. А я же эти проекты через себя, через сердце проношу. И мне важно доносить их в самое сердце человеку. Поэтому нет лучшего способа донести самое сердце, общаться с зрителями, с подписчиками, вот напрямую. Поэтому основная все-таки направленность – это рассказывать о образовательных проектах, о сообществах, которые мы делаем со сподвижниками. Вот это основное. Дополнительно это то, что я, конечно, встречаюсь сейчас со многими разными людьми, с кем бы не встретился никогда, занимаясь, например, только бизнесом. Это безумное и феноменальное расширение моего пространства, что дает такие сайд-эффекты неожиданные, которые я даже предположить не мог. И это, ну, очень круто. А вот говорят то, что ощущение того, что тебя любят большое количество людей, тебя узнают, у звезд это гораздо более важная история, чем, например, деньги. И у многих звезд, у них случаются провалы эмоциональные в тот момент, когда аудитория, они становятся не так интересны, у них вроде бы есть деньги, есть концерт, они уже там сформировали какой-то капитал. Но когда вот эта вот любовь аудитории уходит, то наступает эмоциональная яма. И вот если брать конкретно ваш пример, вот и сравнивать ощущения от бизнеса и результатов бизнеса и ощущения от притягательности аудитории и вот этой огромной массы, сколько там, 2,5 миллиона, по-моему, аудитории на Ютубе сейчас уже, нет ли такого, что вот эти ощущения того, что тебя знают, узнают, любят, хотят, это даже более сильная история, чем результаты бизнеса и деньги? Я лет 10 уже существую, живу, проживаю историю, когда я ничего не пытаюсь оценивать, что самое главное. Я как бы добавляю то, что приносит мне, когда мне нравится, что со мной происходит, добавляю, добавляю, ну то есть или заменил на и. И это, и это, и еще вот это, и еще вот это. Поэтому такой неожиданный для меня вопрос, у меня нет на него ответа. Скорее всего, мне все эти проявления очень нравятся. И в бизнесе, когда что-то случается, или когда ничего не получается, тогда ликует мой коллекционер состояния, который сколлекционировал вот эту вот огромную задницу, задницу, которой ни у кого нет, а в моей коллекции теперь есть. Видишь, многие расстраиваются от кризисов, а я их коллекционирую. Ну, кризис – это вот это состояние, когда ты думал, будет вот так, а все пошло вообще вот не так. И я в коллекцию себе кладу вот это. Видишь, это же необычное какое-то проявление, да? Поэтому я все складываю в свою коллекцию вот этих состояний. Мне от всего нравится. И поэтому, когда я натыкаюсь на еще один способ, ну, что делая, что мне нравится, что со мной происходит, я его беру к себе вот в коллекцию своих проживаний. И поэтому я ничего не могу выделить, что самое главное, и от чего самое там сильное впечатление. Скорее всего, это все неотъемлемые части моего проживания, моего «я» сегодняшнего. Но были времена, когда мое «я» было основано, ну, например, только на том, что я был семьянин, и вот бизнес у меня был. С содроганием вспоминаю эти времена. Потому что если одно из звеньев дает какую-то осечку, то у тебя половина сразу… А теперь представь, а если оба? А если оба, то совсем… Мне кажется, что все, жизнь кончилась. А теперь у меня вот сколько много всего, и потому я всегда пребываю в состоянии, ну, некого такого блаженства. Даже если что-то идет не так, ну, слушай, из всего того есть всегда много чего идет хорошо, питающее. Мне в целом хорошо. Мне нравится так жить, оснастить себя всем необходимым, чтобы тебе как можно чаще нравилось, что с тобой происходит. И подчеркиваю всегда разницу между тем, что тебе нравится что-либо делать, или тебе нравится, что с тобой происходит. Это сильно разные вещи. Я всегда говорю, делай выгодные вещи, которые принесут тебе, что тебе будет нравиться, что с тобой происходит. Не делай вещи, которые тебе нравятся. После них тебе не очень, может быть, нравится, что с тобой происходит. Может, немножко сложновато, но на самом деле вот при небольшой практике все становится на свои места. Ну, грубо говоря, ты делаешь действия, и тебе в моменте может нравиться то, что ты делаешь, да, но последствия от этого действия могут быть. Это один из вообще, мне кажется, таких для меня прям очень важных вопросов, которые я сам лично хочу задать. Я помню, что несколько лет назад у нас был прекрасный общезнакомый Алексей, который принес мне фразу «Нам нравится то, что у нас получается от вас». И мы очень долго дискутировали на эту тему все вместе с ребятами в наших предпринимательских сообществах, мы обсуждали. Одни говорят, нет, надо делать, вот, когда тебе тяжело, значит, ты идешь туда, куда надо, там точно. Другие говорят, нет, типа, надо, вот, чтобы все легко было. Там, я не знаю, со сцены Тони Робинс рассказывает, ты раскрываешь свою чакру и полетел, у тебя все легко, все получается. И потом я слышу тезис «Нам нравится, когда у нас получается». И я очень долго пытался склеить для себя картинку, и вот хочется, как из первоисточника, понять. Вот я, например, слабо представляю, по крайней мере, в текущей картине мира, что я могу, например, начать заниматься кровлей, потому что я никогда этим не занимался, для меня это очень сложный, непонятный бизнес, я вообще не понимаю, куда смотреть. Но предполагаю, что если бы мне это получалось, наверное, мне нравилось. При этом, когда, там, вот, нас смотрят огромное количество предпринимателей, которые выбирают какие-то виды деятельности, все исходят из того, что они умеют, и что у них уже хорошо, как бы, получается, и что им нравится. Но это зачастую не сопряжено с деньгами, с доходом и результатами в бизнесе. И вот где вот эта вот комбинация того, что ты делаешь, у тебя это получается, тебе это нравится и приносит результаты. Какие слагаемые, какие компоненты в этом есть? Потому что вот фраза «нам нравится, когда у нас получается», она не до конца раскрывает модель того, как надо действовать, чтобы это произошло. Ну, я тоже по молодости слушал разных советчиков, много получал советов, проверял много гипотез, износился порядком, поистрепался, получил травмы сильные. После этого пришел, в общем-то, к мнению, с помощью своих учителей, кстати. Я один бы вряд ли пришел к этому. Пришел бы к своему уже теперь мнению или даже к учению, что все достаточно случайно в жизни. То, что я, например, кровлей стал заниматься, это случайно. То, что я там встретил Катю, свою девушку, это тоже достаточно случайно. То есть все случайно. Не случайно только одно, что одни люди могут сделать так, чтобы им нравилось, что с ними происходит, а другие постоянно ищут какую-то грааль, задают много вопросов. В результате находится в постоянном изнашивающем поле вопросов, где ответ на каждый вопрос приносит еще 10 вопросов. И это такая бетонная плита вот этих вопросов, бесконечная. В результате она человека придавливает полностью. И неважно, в попытках ответить на очередной вопрос ты еще глубже закапываешься. Все, ты накрыт вот этим саркофагом гигантским, который ты же самый создал. Поэтому мои учителя дали мне великий шанс, в общем-то, подключиться к полю ответов. Друзья, хочу вам показать, как мы управляем задачами в одной из компаний, в которую я инвестировал пару лет назад. Компания занимается производством детской мебели. Сейчас вы видите всю структуру компании в личном кабинете сервиса Русквант. У нас здесь абсолютно все отделы. Отдел продаж, отдел маркинга, финансы, логистика, производство. Все находится в одном месте. Как это помогает? Давайте рассмотрим на примере отдела маркинга. У нас есть категория платного трафика и возьмем повторяющуюся задачу. Есть задача проверять остаток бюджета в Яндекс.Директе и при необходимости пополнять. Задача срабатывает каждые 3 дня в 10.00 и на выполнение этой задачи отводится 2 часа. То есть вы поставили задачу и теперь она будет автоматически ставиться каждые 3 дня. И вам не нужно будет держать это в голове, запоминать, все будет происходить в полностью автоматическом режиме. После выполнения задача будет выходить на проверку и отправляться руководителю. Вы же будете получать только уведомления о выполненных задачах. Это вроде бы очень простое действие, но на самом деле оно кардинально меняет рабочий процесс. Почему? Давайте представим, что задача была не выполнена. Что происходит тогда? В этот момент на стороне Рускванта подключается коммуникатор. Это человек, цель которого сделать так, чтобы задача в любом случае была выполнена. Если коммуникатор видит, что задача не выполняется, он напишет ответственному в WhatsApp и в Телеграме и напомнит ему о том, что задачу нужно выполнить. Если это не поможет, то он возьмет трубку и будет звонить ответственному человеку для того, чтобы все-таки задача сдвинулась с места. Если это не поможет, то коммуникатор свяжется с вышестоящим звеном, то есть с руководителем ответственного и сделает так, чтобы задача все же была выполнена. Результат такого процесса – любая задача будет выполнена, не потеряется и не проигнорируется. Еще одна классная новость. Буквально в два клика вы можете менять сотрудников между отделами, отправлять их в отпуск или увольнять. И все задачи при этом будут перенесены на нового ответственного. Ни одна задача не потеряется. И это далеко не все возможности Роскванта. У себя в компании мы внедрили Росквант и резко повысили эффективность сотрудников, что позволило снять головную боль с руководства и начать зарабатывать больше денег. Поэтому, если вы хотите познакомиться со всеми возможностями сервиса, переходите по ссылке в описании под этим видео и записывайтесь на экскурсию. Ребята покажут, как работает софт, а также расскажут, как конкретно он может быть полезен именно для вашего бизнеса. Погнали! Чтобы получить ответ, не нужно задавать вопрос. Зачастую в вопросе содержится блокировка возможности получить искомый, но желаемый ответ. Как говорится, какой вопрос, такой ответ. Да, абсолютная истина. Потому я предпочитаю не задавать вопросы. Я предпочитаю быть среди людей, у которых получается, которым нравится, что с ними происходит. И тогда ответы, необходимые мне, чтобы у меня тоже получалось или нравилось, что со мной происходит, посещают меня. Ну, как если бы я тебе сказал, что если ты хочешь добиться успеха, да не читай книг, не ходи на выступления Тони Робинса, не слушай какие-то YouTube выступления и так далее. Слушай, просто проводи как можно больше времени с людьми, у которых уже получается. Рассказывать могут писатели и так далее, причем очень красиво, хорошо. Нет, проводи много времени с людьми, у которых уже получается, которым нравится, что у них происходит, и у тебя будет то же самое. Вот и все. Тебе все необходимые ответы придут. Все. Я не знаю, кому подходит такой вот способ, но, еще раз говорю, для меня именно такой способ подходит. И я вижу люди, которые пошли по моим стопам и применяют ровно такой подход, как у них дела идут на лад. Причем во всех сферах жизни, в семье, в бизнесе, в общественной деятельности или в любой другой деятельности, которую они замыслят. Это такое, вот если есть категория людей, на которых ты иногда смотришь, и эти люди, они вроде бы не сильно тебе кажутся интеллектуальными какими-то, да, может быть не суперумные, но у них очень часто большие результаты есть. И так иногда смотришь и думаешь, он же даже не думает об этом, он даже не задает вопросов, а при этом получает результаты. И потому что он как-то интуитивно, что ли, идет, где он такой, так, ну вот там вроде должен быть какой-то ответ, при этом у него нет до конца сформулированного вопроса, но он туда идет. Тем не менее, наши современные реалии сегодня, они нам не то чтобы диктуют, но намекают на то, что у тебя есть там какое-то целеполагание, рефлексия и так далее. Чем лучше ты понимаешь себя, тем больше ты можешь найти ответов. Чем больше там времени ты проводишь в своих мыслях, обозначаешь свои цели, тем опять же тебе легче двигаться. Это как будто немного противоречащие вещи или нет? Ну, это социальные шаблоны, вот как ты назвал, это шаблоны, которые являются, ну вроде как, так есть, но на самом деле это полная фигня. Значит, резонансный интеллект, который присутствует у тех людей, которых ты сказал, вроде они там не интеллектуально оснащены, а у них все получается. Ну, зато у них очень мощный резонансный интеллект, как будто бы они чувствуют умом. Не думают умом, а чувствуют умом. Вот у них все действительно получается. Дело в том, что те, кто думают умом, они думают теми шаблонами, которые в них напихали и они сложились за всю свою жизнь. Вот шаблоны типа, мол, что есть правильные вещи, и если делать вещи правильно, то получится результат. Да хрен-то с два. Кто тебе сказал, что если вообще есть правильные вещи? Вот ты же постоянно видишь, что делая вещи неправильно, да, получается результат. А пыжить в том, чтобы сделать их правильно, да, ну, никак не получается. Вот и все. Вот люди, которые не могут признать то, что они сто раз видели и продолжают изнашивать себя в бесплодных попытках получить еще более правильные подходы и так далее, они в результате входят в состояние истязания, износа и выгорания, это вот то, что называется самая несправедливость по полной программе. И они не могут зачастую выбраться из этого состояния, пребывая и доизнашивая себя полностью, до полного изнеможения. Вот и все. Именно в такие моменты, если этим людям повезло встретить другого человека, который говорит, слушай, есть и другой подход. В не концептуальной. Не нахождение очередной концепции, которая наконец тебе принесет то, чего ты хотел. Нет, совершенно другой. В не концептуальной. Просто иди к нам, у которых получается. Мы коллекционируем вещи, которые, может, и неправильные, но они работают для нас. Попробуй примерно себе. Вот и все. Поэтому большинство книг, большинство литературы, они созданы людьми, которые искали Грааль, искали некие алгоритмы, подходы и так далее. Книг написано множество, концепции множество. Даже для того, чтобы перечитать все эти книги, жизни одной не хватит. Например, на Ютубе миллиард роликов. Кто может пересмотреть эти ролики? Книг там 200 миллионов и так далее в библиотеках, только на Амазоне. Да никто не может. В результате ответ на вопрос, как добиваться успеха, жизненного благосостояния и так далее, он, в общем-то, лежит не там, не в прочтении всех этих книг и не в сборе вот этих шаблон и формул, а в том, чтобы встретить человека, у которого из всего этого многообразия есть практика, как использовать все то, что накопило человечество для того, чтобы нравилось, что с тобой происходит, для того, чтобы получалось. Если ты встречаешь такого человека, как учителя, у тебя начнет по жизни получаться, вот и все. Поэтому направленность людей на получение знаний – это ошибочная направленность. А вот направленность людей на получение учителя, рядом с которым у тебя начнет получаться, это верная направленность. Сколько людей, вот, например, твоих зрителей обладает такой направленностью, можешь задать вот сейчас вопрос, и люди там в комментариях напишут. Ну, вот интересно посмотреть, кто напишет, у кого есть какой-то некий человек. Но так на всех успешных людей не хватит, чтобы… Людей неуспешных гораздо больше, чем людей успешных, поэтому так на всех учителей не хватит. Что это? Ну, то есть, а про что мы говорим? Про интуицию, про какую-то некую, про развитие интуиции, внутренних ощущений или что? То есть, понятное дело, что есть человек, но вот насколько человек без какого-то там учителя может сам развивать себе что-то? И что это такое? Это интуитивные какие-то знания, самоощущения, понимания на уровне вот тонких чувств, как устроен мир или что это такое? Ну, по-простому, если сказать, у каждого человека много чего есть. То есть, иное задействование того, чего есть, иное, вот, дает сильнейший эффект. Значит, для того, чтобы увидеть, что у человека есть, нужен внешний наблюдатель. Тренер или там учитель, или наставник, да, или ментор, да, это внешний наблюдатель, который, находясь рядом с человеком, может помочь ему попробовать наилучшим образом задействовать то, что есть. Вот, и все. Поэтому, может ли сам человек стать для себя наблюдателем? Может. Такой возможностью обладает не более 1% людей. Ну, это достаточно редкая такая возможность. Поэтому более практическая возможность, это найти все-таки себе человека, тренера, коуча, ментора, наставника, ну, третьего человека, человек, который будет тебе, ну, обращать твое внимание на то, как по-иному задействовать то, что у тебя есть. Твой ум, твое тело, твое сердце могут быть задействованы по-иному, нежели ты привык. Но человек, следуя автоматизму своих привычек, ну, оказывается в так называемой петле или в ловушке, ну, то есть, механистического повторения, того, как он вот привык. Он не может выйти из этой петли. И в этот момент человек, читая книги, смотря там телевизор или там ютуб ролики, ну, вероятность его выйти из этой петли повторения автоматизмом, ну, в общем, такая же. Он не может, ну, сложно. Колея, колейность. И только встретив иного человека, который способен создать тебе поле резонансов такое, что неведомая сила тебя поднимает, и ты из этой колеи как бы выходишь и пробуешь свое тело, ум и сердце задействовать по-иному, вот именно в этот момент с тобой может произойти иное. Вот, собственно, как различить правильного или подходящего тебе учителя от, ну, просто человека, который никак на тебя не влияет. Вот если рядом с человеком у тебя возникает какая-то неведомая сила, которая, твое ощущение, что ты теперь свой ум, тело, сердце задействуешь по-иному, значит, ты находишься рядом с феноменальным человеком, который может быть для тебя учителем, наставником и так далее. Ты наверняка использовал это по жизни или где-то видел, наблюдал. Я уверен, больше, чем уверен. Просто обрати внимание, только после встречи с такими людьми в жизни людей случаются какие-то переворачивания. Ну, в случае, наверное, я согласен 100%, здесь просто какой нюанс? Когда мы говорим, например, про спортивного тренера, очень понятная мотивация этого тренера взаимодействовать с тобой, проводить время, потому что это его работа, ты ему платишь за это деньги, и ты становишься сильнее, не знаю, красивее, но очень понятна мотивация человека со другой стороны. То же самое, как, я не знаю, учителя английского или еще кого-то. Но когда мы говорим про какие-то житейские вещи, про бизнес, например, то вот тут же возникает очень большой вопрос. Это вот, кстати, вопрос по поводу академии, которую вы делаете. Это то, что я читал комментарии, там каждый пятый человек спрашивает, зачем человек с таким крупным бизнесом и миллиардом долларов занимается такой деятельностью. Например, не образовательной, наверное, просветительской, как-то так я бы это назвал даже. И какая мотивация у человека, допустим, высокого уровня взаимодействовать с каким-то человеком более низкого уровня и делиться с ним какими-то знаниями, информацией, если он не получает от этого прямой выгоды. И это вот конкретный вопрос к вам, в том числе, почему вы этим занимаетесь. Потому что вот на этот вопрос, на самом деле, нет до конца ответа понятного. Очень понятно, почему этим занимаются. Ну, например, я понимаю мотивацию лайк-центра, например, да? Они зарабатывают деньги, это их бизнес-модель. Они зарабатывают деньги, дают какую-то информацию. Ну, лайк не очень хороший пример. Вот, например, какая мотивация Сколкова? Ну, Сколкова мотивация коммерческая, на мой взгляд. А Singularity? Университет Singularity. А Стэнфорд? А Гарвард? Стэнфорд немножко история другая, кстати. Ну, то есть, как я, по крайней мере, это вижу в голове. Стэнфорд, он образовался благодаря тому, что изначально там появилось несколько людей, которым искренне было интересно развить других. Они развили, а потом эти люди в благодарность начали накачивать, накачивать, накачивать. И Стэнфорд, собственно, живет на деньги очень богатых людей, которые оттуда вышли. И дальше так все и полилось. Ну, тогда вот с этого момента я могу пояснить, что со мной происходит. То есть, я, например, не могу ничего с собой поделать. Мне очень нравится, меня буквально, ну, распирает, когда я вижу, как человек, оказавшийся под моим влиянием, у него начинает получаться в бизнесе, в жизни, там, дела идут на лад и так далее. Ну, я не знаю, что-то волшебное со мной случается, да, я просто кайфую. Я испытываю просто какое-то блаженство. Поэтому, когда у моих учеников получается, я испытываю блаженство. Поэтому, грубо говоря, я занимаюсь образовательной деятельностью и веду вот эту, например, лично дорогую программу Ярд с Рыбаковым, которая стоит, на секундочку, 2 миллиона рублей. Я веду это для того, чтобы получать блаженство. Я вижу, как у моих учеников приходят в норму дела, вот это вот их прет от их семейных отношений. Дела в бизнесе, да, дела в обществе, репутации. Как люди начинают наслаждаться собой, меня от этого просто прет. Я ничего не могу с собой поделать. Я вставляю себе в календарь эти занятия, потому что, ну, я не могу себе отказать, вот себе лично отказать в получении блаженства. Вот моя, ну, прямая мотивация. Дальше. Некоторые люди, которые оказались под моим влиянием, от чего я получал блаженство, они после того, как с ними это все происходило, они задали мне вопрос. Игорь, а можем мы тоже вместе с тобой уже стать преподавателями в этой академии? Их 10 академий. Я говорю, мне будет очень приятно. И теперь у нас уже целая плеяда. Я гранд-мастер экзист-академии, ну, грубо говоря, зачинатель, да. А есть мастера экзист-академии, это мои лучшие ученики, у которых просто невероятные успехи в бизнесе и так далее. Таким образом, вот то, что ты только что воспроизвел про Стэнфорд или Гарвард, вот один в один. То есть, на самом деле, мы делаем то, что приносит нам вот это. Вот нам нравится, что с нами происходит. Но дальше уже плеяда учеников, у которых дела пошли налад в жизни и бизнесе, да, они продолжают это делать, потому что им тоже, оказывается, нравится, что с ними происходит, когда они видят, как уже их ученики поправляют свои дела в общественной деятельности, в бизнес-деятельности и так далее. И это какой-то неостановимый процесс. У него нет конца, потому что люди, как я вижу, как и я, я не могу себе отказать в получении этого блаженства. Я буду продолжать заниматься со своими учениками. И, конечно же, здесь не вопрос денег. Стоимость этой дорогой программы, знаешь, почему такая дорогая? Чтобы денежный фильтр вести. Нет, ну это, так все говорят. Ну, если, как бы, ты считаешь, что у меня есть нужда в деньгах, я зарабатываю на этом, ну, как бы, давай я не буду это комментировать тогда уже. Нет, у меня даже вопрос не в этом. У меня, вот, ну, просто я пытаюсь срастить концепцию. Почему, например, вот, очень многие люди в России, мне кажется, штаты там, например, те же самые пережили уже давным-давно это то, что было там, был там взрыв инфобизнеса, и потом это развивалось и так далее. Мне, у меня в голове не укладывается, почему, например, люди смотрят со стороны, есть супер успешный человек, супер большой компании, и он решил, ну, нравится образовательная деятельность, видит в этом, как бы, развитие, видит в этом интересный проект. Почему у нас, например, в стране огромное количество людей, даже, я не говорю про кого-то, кто продает онлайн-курсы просто вот там, не имея ничего, а даже, смотря на вас, например, пишут в комментариях инфо-цыган, и это там один из таких прям, одна из больших претензий, вот Игорь Рыбаков, инфо-цыган, хотя Игорь Рыбаков человек с огромным бэкграундом, бизнесовым, жизненным, семейным и так далее. Где, вот, я просто, мне самому лично интересно, где вот эта точка столкновения то ли интересов, то ли еще чего-то, что у нас, например, в стране люди не могут довериться никому, то есть им не подошли зачинатели инфобизнеса 10 лет назад, им потом не подошел БМ, потом не подошел Лайк, сейчас не подходит то, что делают миллиардеры, что тогда подойдет, и откуда возникает вот это вот столкновение. И даже больше вопрос не в том, почему это стоит денег, почему это стоит денег, это понятно, ну, то есть, это, по-моему, логично, а откуда берется вот это вот общественное непризнание деятельности, которое коммерсы сегодня ведут с точки зрения образования? Ну, самые сильные инфобизнесовские устройства сегодня в мире, это церкви, самые большие, самые сильные, ну, вторые по значимости, это, наверное, университет, ну, дальше идут всевозможные телерадиоканалы, холдинги, блогеры и так далее, это все, это все инфобиз. Ну, да. Я бы не хотел, я сразу скажу, слушай, все проявления жизни, это вот, ну, такие проявления жизни. Поэтому, смотри, кто-то выбирает взаимодействовать с респектабельным инфобизом типа Стэнфорд, Гарвард, X10 Академии, да, Сколково. Это респектабельный инфобиз, подтвержденный, ну, практикой, социальными доказательствами, конкретными вот людьми, которые взаимодействуя в этих инфобизах, с ними случалось в жизни и так далее. Кто-то игнорирует и говорит, ну, совершенно необязательно, чтобы получить в жизни, там, успех. Ну, люди разные имеют мнение, они имеют право иметь разные мнения. Пусть жизнь сама рассудит, да, как говорится, кесарево, кесарево. Единственное, что я могу отметить следующее, кто лучше готов, тому чаще везет. Друзья, ваш бизнес уязвим. По сути, любой недоброжелатель или конкурент может оставить о вас в интернете фейковый отзыв. Это может, безусловно, подпортить вам репутацию, и в дальнейшем ваши потенциальные клиенты будут сомневаться о том, стоит ли начинать с вами сотрудничество. А ведь таких отзывов могут быть десятки, сотни и даже тысячи. Это может пошатнуть всю компанию. Хочу поделиться с вами полезным контактом. Это Петр Сухоруких и его агентство Невидимка. Команда юристов занимается защитой деловой репутации в интернете. В частности, они удаляют любые недостоверные отзывы из статьи в СМИ. До знакомства с услугами агентства Невидимка я думал, что удаление фейковых отзывов в интернете это какая-то серая штука, в которой нет никаких гарантий. Оказывается, это абсолютно легальная и экологичная процедура. Юристы используют досудебные претензии, либо оспаривают клевету в суде. У агентства Невидимка очень серьезные публичные кейсы. Например, Анастасия Татулова, Олег Торбосов, Стас Недвижко, сеть ресторанов Тануки. Например, в прошлом году, когда была хейтерская атака на сеть ресторанов Тануки, Петр Сухоруких с командой Первой пришли на помощь и помогли за два дня удалить более 4000 фейковых отзывов. Например, для Олега Торбосова они удалили фейковые отзывы сотрудников, которые никогда не являлись сотрудниками агентства недвижимости Вайтвилл. Немного о самой услуге. Юристы агентства Невидимка защищают деловую репутацию по всему миру. Россия, Европа, Соединенные Штаты, Арабские Эмираты. Они работают с абсолютно всеми отзывиками, СМИ и геосервисами. Работают без аванса, оплата после выполнения услуг. Кстати, оплачивать можно по безналу и даже в крипте. А стоимость услуг зависит от площадки, страны и объема работ. В России стоимость удаления отзыва начинается от 7000 рублей. Поэтому, если вы уже подверглись атакам с помощью отзывов или хотите узнать, как обезопасить свою компанию, переходите по ссылке в описании под этим видео, записывайтесь на бесплатный аудит, а по промокоду Соколовски вы можете получить удаление первого фейкового отзыва абсолютно бесплатно. Погнали! Многие люди посмотрели бы на свою жизнь по-иному, если бы попробовали, например, какую-то даже младшую программу «Икс 10 Академий». Вряд ли возможно примерить платье миллиардера или костюм миллиардера, не одев его. Как это? Не став миллиардером тогда. Да не даже просто, я тебе, вот, допустим, давай про тебя конкретно. Так. Вот ты возьми, пройди младшую программу «Икс 10 Академий», например, программу «Предприми себя», да, и расскажешь своим подписчикам о том, что такое «Икс 10 Академий». Даже пройдя минимальную программу, ну, минимальную, начальную программу «Предприми себя», ты полностью ощутишь на себе, что, как отличается твое мировоззрение или твое представление здесь и сейчас, вот, да, от того, что может быть. Ты увидишь, наконец, насколько по-иному может быть задействовано твое тело, ум и сердце по сравнению с тем, как ты сейчас задействуешь. И это невзирая на то, что ты считаешь себя достаточно успешным человеком. Вопрос. Успешный человек, неуспешный, неважно, мы все попадаем в ловушку. В какой-то момент времени нам кажется, что мы теперь-то уже точно умеем подобрать, что нам сильно подходит, а что нет, ну, поздравляю тебя. На самом деле, я вот, например, в отношении себя не сказал бы так. — Я бы тоже, у меня, наоборот, в последнее время сформировалось ощущение, что чем больше информации я потребляю, тем пагубнее это влияет на… — Поэтому хотел бы закончить. Вместо того, чтобы спрашивать меня об этом, лучше сам попробуй и расскажи своим подписчикам сам. На самом деле, ничего не заменит твоего личного проживания, ты знаешь, это все эти рассказы, это так. Пока сам не увидишь, сам не попробуешь ничего, не стоит слагать никакого мнения. И уж тем более по надписям на забуре. Окей, мне даже интересно, я попробую, пройду, я потом напишу фидбэк. Да, но вот продолжая эту историю, у меня есть история, которая, собственно, из офиса вышла, где я не помню, и даже не помню, честно, какой именно это отдел был, что обсуждали. В общем, планерка, значит, сидит там 10 человек, и вы долго и усердно рассказываете какую-то им концепцию того, куда надо двигаться, что надо делать и так далее. И все сидят, слушают, кивают головой. В общем, 40 минут все это длится. И в конце вы говорите, так, ребята, всем понятно? И все такие, да, всем понятно. И один из присутствующих говорит, Игорь Владимирович, честно говоря, ни хрена не понятно. И вот цитата, которую он мне донес, потом говорит, Игорь ко мне подходит, кладет, говорит, рука у меня на плечо, говорит, Леш, ну ты и не должен понимать, ты же не заработал миллиард, ты должен чувствовать. И я помню, у меня так это, я думаю, интересно, ну так в реальности, я говорю, Лех, так и есть, ты не можешь понять, тебе нужно почувствовать. Но вот я так понимаю, что даже мы, когда говорим про X10, то там заложены какие-то метафизические истории, вот эти вот про чувствовать, про ощущения. И это не инструментальные же вещи, правильно? Это больше вот про метафизику, мышление, про что-то такое. Ну я в самом начале сказал, что заменил давно слово или на и. Значит, смотри, если даже у тебя правильные подходы, правильные инструменты, но они применены не вовремя, то эффекта не будет. А что такое вовремя? Кто отвечает вообще за вопрос, вовремя примененный правильный инструмент? Вовремя. Ощущение. Это и есть мышление. А что активирует наше мышление? Вот здесь вот возникает вопрос. Если у человека развито поля интуиции в перемешку, обильно обогащенные вот этими оснастками, именно правильными паттернами, тогда человек чувствует, где уместно применение того или иного инструмента. Это и есть мышление миллиардера. То есть на самом деле можно бесконечно владеть всеми инструментами плотника, рубанок, пила и так далее. Но если ты не к месту будешь применять эти инструменты, тоже толку не будет. Поэтому я бы так сказал, нужны и инструменты, и деловые навыки, и понимание, где уместно применение того или иного инструмента. А это и есть мышление. Что такое чувство? Это способность не отключаться от всей полноты мира. Если ты овладел какими-то инструментами мышления, тебе кажется, ну все, теперь у тебя все в кармане, удача, у тебя есть деловые навыки и так далее, и какие-то пара мыслительных ходов. Но ведь эти мыслительные ходы могут опять оказаться неактуальными в какой-то ситуации. И ты опять проиграешь. Опять без поля интуиции и без чувствования необходимо вовремя отфиксировать свою неактуальность и отправиться на пополнение своей актуальности. Для этого нам все равно необходимы чувства. Мы не можем узреть неактуальность нашего умозрительного, не будучи подсоединенные к полноте мира через чувствования. Поэтому люди, которые ставят на свои инструменты, деловые навыки и так далее, часто оказываются проигравшими именно потому, что они вовремя не обновились. Пребывая в ощущении, что у них все есть для того, чтобы правильно, рационально, как они называют, оценивать обстановку, они упускают момент, что их инструменты, их деловые навыки перестали быть актуальными, и все. А это можно только почувствовать. Люди, отказывающиеся в использовании своих природных даров в виде чувствования, они оказываются уязвимы перед событиями именно потому, что они не могут вовремя актуализировать свои инструменты и деловые навыки. Без вот этого набора оснастки не выиграть в современном мире. Если мы говорим, хочется какую-то такую конкретику. Возьмем, например, есть у человека некая его интуиция, есть его чувства, какие-то ощущения, и вот он находится сейчас в текущих реалиях. И он сидит и думает, я понимаю, что вот я куда-нибудь что не сделаю, я все мимо, в холостую стреляю постоянно. Он понимает, что у него нет связи с миром, он не чувствует на кончиках пальцев, откуда идти. Есть те, кто чувствует, и они вот, о, надо туда, делают, и у них получается. А есть те, кто не чувствует. И вот переход из первого ко второму. Вот с чего начать? Что сделать для того, чтобы лучше начать чувствовать мир, себя и понимать, куда двигаться? Ну, здесь конкретно прописан только один ход. Прийти к людям, которые уже умеют это делать, уже задействуют эту свою чувственность. Вот и все. И здесь Академия одно из мест. Кто в вашей жизни был тем самым человеком, который привнес это в жизнь, скажем так? Вот эти, вот не то, чтобы, наверное, навыки, а вообще понимание и ощущение, скажем так? Ну, я попал в ситуацию, в которой я очень сильно травмировался и бесконечно носил себе следующие травмы. Ну, так до полного самоистязания. И вот в этой ситуации мне помогла моя жена, Катя, и несколько моих проводников-учителей. Ну, собственно, то, что давно надо было бы принять, я принял именно в этот момент. Зачастую, так бывает, я тоже оказался в той ситуации, как бы, что я не мог без полного обессиливания признать, что мне необходимо актуализировать свои инструменты. Вот. Я тоже достаточно долго отказывался от инструментов чувствования. Угу. То есть рациональность брала вверх. Рациональность брала вверх, и я повторял, и я увеличивал давление. То есть вместо ставки на увеличение плотности вероятности, я ставил на увеличение давления. И в результате наносил себе травмы все больше и больше, ну, так до полного там самоистязания. Это очень опасный переход, в общем-то, если в этом переходе, кстати, случается вот тот известный всем, наверное, кризис среднего возраста. Ну, у предпринимателя, мне кажется, могу ошибаться, но моя жизнь подсказывает мне, что он как-то особо ярко выражен, потому что много аспектов борьбы в разных областях происходит. Ну, да. То есть он может наступать не сразу там по возрасту, а он может наступать в любом возрасте, потому что это, грубо говоря, кризис задействования твоего тела, ума и сердца. Только то, как ты задействовал это раньше, перестало работать. Но ты же не знаешь, как по-другому бывает. И ты увеличиваешь давление, увеличиваешь напор, отключаешь все предохранители. Все, ты убираешь, прешь, все, и разбиваешься об себя собственного неактуального. Ты себя раздавливаешь. То есть ты фактически не то чтобы разбиваешься, ты раздавливаешь себя. Вот. В этот момент, если рядом с тобой не находится проводник, учитель, доверенное лицо, ну, человека ждет неминуемый просто крах. Некоторые люди суицидом там кончают и так далее. То есть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, гнев, ну, вот эти спасительные обезболивающие, это симптоматически все в этот момент возникает. Все, разрушение семей, бизнесов, там, посылание нахер куда-то. Ну, все там. Катастрофа, разломы. И люди, конечно, разгорают. Потому что вот это симптомы, когда люди бьются вот в эту невидимую стену сами в себя и раздавливают себя в нее. Конечно, огромное количество людей, которые находятся в этот момент рядом с людьми, они страдают. И они ничем не могут помочь этому человеку, если не владеют техникой вот этого проводничества. Те, кто хочет, чтобы в его компании, в его семье дела были в порядке, тот смекает, что ему нужно много людей, которые владеют техникой проводничества других людей. И потом ты абсолютно правильно сказал, а как же на всех найти вот этих успешных людей, ну, или учителей? Очень просто. Надо их размножать тоже. Вот и все. То есть, экзист-академия, это вот, собственно, она в двух ипостасях работает. С одной стороны, она помогает людей по-иному задействовать ум, тело и сердце, как есть. А с другой стороны, да, она из тех, у кого наилучшим образом получается использовать такой подход, она делает наставников учителей, таким образом расширяя потенциал доступа для людей. И как бы, ну, мы знаем, что к 2050 году будет в мире миллион практикующих мастеров экзист-академии. Вот тот темп, как сейчас все идет, мы выходим на миллион мастеров экзист-академии, а у каждого мастера примерно от 10 до 30 учеников. Ну, сам считай. 10 миллионов, 30 миллионов людей, у кого в жизни случится все по-другому, не расплющить себя об стенку там кризиса вот этого, да, а пойти дальше и получить жизненный успех и благосостояние. У нас здесь уже, мне кажется, такая традиция, на самом деле, ну, для меня лично и для ребят я по комментариям вижу, когда приходят предприниматели, рассказывают про какие-то свои кризисные ситуации, многие себя с этим ассоциируют, понимают, что у них тоже бывает нечто подобное. Вы начали говорить, что была какая-то ситуация, когда там себя повышали давление, 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 и в итоге это привело к тяжелым последствиям. Возникает несколько вопросов. Первое, вот что, в какой момент, вот отматывая назад, возможно, рефлексируя, как понять, что этот процесс начался, и как понять, что ты куда-то не туда идешь. Потому что вот у меня лично в жизни такое было, что я ровно, на самом деле, мне почему-то резонировало, я продолжал делать те же самые действия, которые не давали в результата, я при этом вкладывал туда гораздо больше сил, думая о том, что чем сильнее я напрягусь, тем больше результата я получу, а в итоге я просто закончил, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии, и мне потребовалось еще очень много времени для того, чтобы обратно в себя прийти, и я, честно говоря, до конца не уверен, что я пришел в себя, в того, как я был раньше. И вот интересен тоже опыт, как это было у вас. То есть как это происходит, с чего начиналось, и как это развивалось, и где вот эта вот точка оттолкнуться от дна и полететь вверх с какими-то новыми изменениями? Ну, мой опыт достаточно драматичен, я уже сказал. И все, что я сейчас вижу по статистике, ни один человек, заранее не владеющий этой техникой, не может опознать в себе вот эти слабые сигналы на рождающийся кризис. Не может. Ну, как на конкретном примере, как вот у вас это было? Ну, конкретно, то есть ты когда видишь, что ты обессиливаешься, дела идут, кавардак, все разваливается, ты уже видишь уже в конце, все уже развалилось, тогда ты видишь. Вот и все. И если тебе повезло, повезло оказаться среди людей, где ты получил внеконцептуальный навык вовремя актуализироваться, значит, ты просто не придешь в это состояние полной раздолбанности и разломанности. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, я почему ставлю такие высоченные амбиции в отношении их здесь академий, в отношении количества мастеров, практикующих? Потому что я считаю, что каждый человек, предприниматель ли он, деятель ли, он заслуживает того, чтобы встретиться в жизни. Пусть это будет случайная встреча с мастером, с наставником, который поможет ему актуализироваться вовремя, не доводя до травм несовместимых жизней. Вот и все. В этом смысле, ну, некая, мой проект личного бессмертия, у меня есть такой, ну, вот как у Пушкина, он же написал, там я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, да? Ну, у меня тоже есть проект личного бессмертия. Я хотел бы сделать, чтобы вместе со сподвижниками, мы хотели бы сделать, чтобы было очень много мастеров, который повысит шанс людей оказаться рядом с этими мастерами. Нету другого способа, потому что сам человек, он постоянно пропускает этот момент. Я сейчас про взрослых людей, а теперь отдельно хотел бы сказать про детей. А вот с детьми другая ситуация. Если на ранней стадии, до 12 лет, сделать так, чтобы человек обладал навыком своевременной актуализации, то дальше у него не случится такого по масштабу кризиса, ну, как у меня было, может быть, как у тебя и так далее. Для этого мы делаем рыбаков плей-скул, детские сады и школы. Там на ранней стадии, до 12 лет, мы создаем условия, при которых человек, маленький человечек, будущий взрослый, обретает два навыка. Навык генерации защиты от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. И навык генерации свободы. Навык генерации. Навык замысливать что-либо и добиваться замысленности с помощью имеющегося. Вот такой человек, который генерирует защиты от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем, в детском уровне не позволяет разместить в его головку, в его голову, в его сознание такую программу под названием послушание и обслуживание интересов общества. Большинство людей попадают в кризис среднего возраста, потому что шаблоны, которые в них размещают в школе, это такие шаблоны, которые приводят их к кризису среднего возраста. Быть удобным для других, заботиться за других больше, чем за себя, проживать эту жизнь не для того, чтобы нравилось, что с тобой происходит, а искать какие-то внешние референции, например, патриотизм и так далее. Если человек был настроен так, что всю жизнь он исключал себя как центр принятия им тех или иных решений, неминуемо приводит к тому, что система оснасток, которую он создал вокруг себя, она не обеспечивает ему жизнестойкость. Я уверен, что нет другого способа, кроме как человек жил бы с одной целью. Цель человека одна, чтобы нравилось то, что с тобой происходит. И вся оснастка человека настраивается человеком именно для этого. Не сделать какую-то там высокую цель, не сделать счастье для других, для китов. Спасти китов в океане, спасти экологию Байкала. Себя спаси, другие спасутся. Кстати, в Евангелии так и записано. Спаси себя, другие спасутся. Соответственно, до 12 лет можно человечка будущего взрослого оснастить его способностью, оснащать себя, актуализировать себя вовремя. И тогда его не постигнет участь вот этих, которые попадают, вот, ребят, к сожалению, значит, в кризис среднего возраста. И немножко статистики. 9 из 10 человек попадают и сгорают в кризисе среднего возраста. 9 из 10. То есть только один из 10 человек, то есть 10% людей проходит. Другие после кризиса среднего возраста вступают в возраст дожития и уже не дергаются. Они уверены, что не мы такие, а жизнь такая. И что жизнь вот дана нам для того, чтобы страдать. Вот потому, если посмотришь, например, в России, насколько много несчастных людей. Мне кажется, их везде много. Их действительно везде много, поэтому это не свойственно только для России. Ну вот, тем не менее, бывают частые примеры, в том числе в предпринимательских кругах я встречаю, что это, мне кажется, очень распространенная картина вообще у предпринимателей, когда человек начал заниматься какой-то коммерческой деятельностью, бизнесом довольно рано. У него на вот этой юношеской энергии, драйве все идет, получается, развивается, ну, либо, по крайней мере, ему так кажется. Потом происходит какое-то немножко замедление, и вот потом начинается вот этот кризис. Хотя вроде бы до этого никакие шаблоны, рамки не мешали, все получалось, все было классно. Но потом происходит вот это вот, выбивает из колеи, наоборот, и случаются какие-то кризисы. И вот как от человека, который уже наверняка много раз проходил вообще подобные какие-то изменения, в том числе какой-то серьезный кризис, хочется какие-то вот, не то что практические шаги, но какие-то вот конкретные элементы, как человек может на себя повлиять. То есть вот когда ты чувствуешь, что надвигается какая-то жопа, она где-то вдалеке там пока что, и ты уже понимаешь, что она летит на тебя, что в этот момент с собой делать? Вот что это такое актуализация? Это чтение новых книг, новое обучение, или знакомство с новыми людьми и так далее. Потому что в моменты кризиса, там, мне кажется, такая стадия. Там вначале начинается, типа, нет, это не со мной, потом начинается суета, ты начинаешь делать очень много бесполезных действий, которые не ведут никаким результатом, а потом все-таки эта жопа прилетает, он начинает на тебя давить. И дальше очень сложно вот эту бетонную плиту поднять и вообще принять какую-то новую реальность и заново как-то разогнаться. И вот хочется каких-то, ребят тоже будут смотреть, им будут хотеть каких-то советов, как вообще понять, что делать-то, когда у тебя все валится из рук, когда ничего не получается. Да. Ну, действительно, резонирует, согласен, да. Действительно, смерть – это то, что бывает с другими. Кризис – это не со мной. И люди до конца убеждены, что у них все норм, или что они контролируют, что происходит. Поэтому это всегда так было, так есть и так будет. Поэтому действительно есть только один, я бы даже не сказал, что это совет мой. Это такая истина, которая многократно проверена многими людьми, теми, кто выжил. Потому что те, кто не выжил, им уже не надо, да. Своевременная оснастка себя, ну, такими устройствами, что ли, которые держат тебя в актуальном состоянии. Это сообщество. Сообщество. Книги – нет. Ютуб – нет. Телевизор – нет. Любые там действия – нет. То есть если к моменту кризиса, а ты не знаешь, когда он наступает, не знаешь, ты не можешь знать, ты пропускаешь этот момент. Если ты не являешься членом некого оса общества, где есть люди, которые не позволят тебе быть менее ярким, чем ты можешь, то есть будут бороться за тебя. Да? Ты все равно пропустишь этот кризис, но если они будут рядом и увидят, что с тобой вот происходят эти вещи, они тебя начнут вытаскивать. Они начнут о тебе заботиться. Но только это не те, кто будут о тебе заботиться. Вернись, я все прощу, да. Главное, веди себя привычным образом, да, вот обычно это в семье, кстати, так бывает. В семье или в каких-то там, ну, в таких закрытых под структуру. Нет, я сейчас говорю про сообщества, например, сообщества бизнесменов, предпринимателей. Но не те сообщества, которые созданы для того, чтобы тёлки, эскортницы, значит, и феррари машины. Нет, я не про эти. Хотя те тоже нормальные, да, там пингвины пришли, там пёрышки, так сказать, распустили. Я говорю о сообществах, похожих на сообщества анонимных алкоголиков. Если вам интересен бизнес и развитие, то настоятельно советую подписаться на мой Телеграм-канал. Там я регулярно делюсь своими мыслями и инсайтами на тему предпринимательства, пишу выводы со встреч с интересными людьми и просто показываю свой путь в бизнесе. Залетайте и подписывайтесь. Это не смешно. Это я говорю о сообществах, которые помогают и поддерживают друг друга, которые борются друг за друга, люди, которые борются друг за друг. Есть такие сообщества, например, сообщества про женщин, к которым я и Оскар имеем отношение, мы его инициировали в своё время. Там уже 30 тысяч женщин. 30 тысяч женщин, сообщества про женщин, которые испытывали невероятный кризис в своей жизни, но став членами этого сообщества, обрели нормализацию и приступили к проявлению себя как люди. Это бизнес-сообщество Клуб Эквиум, Клуб владельцев бизнеса. Владельцев бизнеса это просто невероятно. Ты описал, как у них кризис наступает. И они никому не верят, кроме как другим владельцам бизнеса. Они никому не верят. Ну как может владельц бизнеса верить? Он менеджерам своим не верит. Наверху у него начальника нет. Поэтому он вообще в очень уязвительном, уязвлённом состоянии находится. Поэтому только в сообществе владельцев бизнеса он может соизмерить себя относительно других владельцев бизнеса. Поэтому единственное, чем мы можем себя заранее оснастить, это стать частью сообществ, коллективных субъектов развития, где другие люди будут за нас бороться, которые не позволят нам быть менее яркими, чем мы можем. Когда мы начнём сливаться, когда мы начнём бровить, когда мы начнём непонятку там какую-то делать, члены сообщества скажут, блин, надо вот Саше там, короче, надо поговорить, там всё, настоять, ну короче всё. А Саша, который был членом сообщества, он всё-таки доверяет этим людям. И если он доверяет им, да, он их послушает. Потому что в этот момент Саша уже обычно никому нахрен не доверяет. Вообще никому. Он себе даже уже не доверяет. Ну он видит, что всё, что он делает, да, приводит его только к ещё большему разрушению. И в этот момент, ну кому-то ему надо доверять. И тот, кто был в такой силе кризиса, тот сейчас чувствует, что я говорю. Я был в таком. И у меня тогда не было сообщества. И именно поэтому я оказался в таком зелёном состоянии. И потом, когда я случайно выжил, теперь у меня, знаешь, сколько сообществ? Семь. Почему? Ну потому, по качану. Потому что я больше не хочу допустить свою неактуальность. Когда кризис в меня наступает, ребят, я уже актуализирован до. Поэтому в последнее время чёрт у меня что-то меня кризисы вообще не посещают. У меня два вопроса. Первый вопрос. А вот кризис, по которому мы говорим, он давно был? Семь лет назад. Ну он был, скажем так, смотри, он семь лет назад закончился. Ага. А начался он 14 лет назад. А в чём суть? Что было не так? Слушай, кризис начался в 36 лет. Это так было давно? Ну, смысл в том, что я пытался сохранить то, как было до этого. Я пытался делать то, что оставляло бы то, к чему я привык. Я делал ставки на сохранение, а не на развитие. Я не знаю, как так получилось. Сейчас я понимаю, что это был полный фейл. Вот поведение, которое приводит к фейлу. Но я тогда так делал. Мне так было важно сохранить свои какие-то доминирующие позиции в чём-то. моё честолюбие возможно превратилось в гордыню. То есть, целый комплекс был каких-то проявлений, которые, в общем-то говоря, разрушали то, что я создавал до этого. А я это как будто бы не замечал. Как будто бы важным было для меня в тот момент статус-кво. Вот и всё. То есть, я обслуживал картинку вчерашнего, платя настоящим и будущим. Будущим причём. Ну вот. В результате я так обильно платил будущим за обслуживание картинки прошлого, что будущее сгорало. И когда я в него вступал, там был просто полный кромешный ад. То есть, ну, вот. То есть, ну как. И я при этом думал, что, наверное, я плохо давлю. Надо увеличить давление. Меньше спать. Надо меньше спать. Меньше спать. Да, да. Ну, я снимал предохранителей. Я ещё больше. Ну, ты тоже рассказывал это по семье. Мне очень резонирует. Мы общими словами говорим, но я понимаю, о чём суть. Мне кажется, это вот оно классическое будет развитие. Это да. Ну, видишь, как бы, неважно, какая у тебя история, но если ты чувствуешь, это резонанс. То есть, мы вошли в такой вот резонансный эффект, и мы чувствуем, что это было. И люди, кто проживал подобное. Ну да. Только они и могут почувствовать. Кто не проживал, тот никогда и не поймет, о чём речь. Тот может только нам поверить, что его... Что это хреново. Мне вот интересно, а когда пиковая точка? Вот это вот состояние очень понятно. Платишь, изберёшь в кредит из будущего, обслуживаешь своё прошлое, не признаёшь себе, не можешь поменять модели, кажется себе самым правым и так далее. Где пиковая точка, когда ты говоришь себе, ну нет, ну всё, вот это уже... Есть как фраза, что мы меняемся либо от вдохновения, либо от последней, от как бы жопы полной уже. Жопы полной, да. Смотри, есть две точки, вот они так и есть. Либо ты встретил человека, где проявилось вот это вдохновение, но... И у тебя ещё пока не полная жопа, но... Ещё есть ресурс. Ещё есть ресурс, и вот это вдохновение тебя переворачивает, и так бывает. Но я лично оказался в ситуации, когда я сжёг все свои ресурсы, и было всё ну очень плохо. Ну, грубо говоря, когда тебя везут там на каталке, в реанимацию, всё. И... Ну, всё. Как бы... Я был такой сильный, что я пока не сжёг все... Все возможности платить будущим за прошлое, да, я не отпустил. Не отступил, да? Не отпустил. Ну, и вот это, кстати, тоже такой нюанс предпринимателей многих, которые уперты. Это же, когда ты выбрал точку, и ты уже... Тебе уже давно нужно уже отказаться от своей концепции, уже там, я не знаю, сменить бизнес-модель, сменить бизнес. Но ты такой упертый баран, что ты будешь просто до последнего туда давить, пока лоб не расшибёшь в итоге во всё это. Да, абсолютно. Так родилась концепция с моей... Первый уровень, ну, концепция или подход, это скорее не концепция, а моя рекомендация. Первый уровень упертый баран. Второй уровень, ну, когда ты чувствуешь, что, ну, блин, это, ну, давай так... Давай. Комбинируй. А потом я, по-моему, переворачиваю. Да, да, да. Потом переверни. То есть если и комбинация не работает, переверни. Ну, как-то, может, наоборот, а вдруг наоборот, да? И если уже и это не сработает, замени. Уходи, ну, замени всё. Короче, если остаться в упертом баране, ну, ты вот описал, ты снимаешь предохранители, ты давишь, ну, и ты там раздавливаешься. Ну, если ты оставляешься в комбинаторике, и тоже ничего не случается. Ну, в общем, этот эффект комбинаторный баран случается, да? Если в переворачивании, ну, так можно переворачиваться, что тоже там погибнешь, да? Поэтому в любом случае наступает точка, когда бы заменить. Но если ты один в этот момент, один со своими вот этими ловушками успеха, вот этим самопредставлением, что ты же успешный бизнесмен и так далее, то ты скорее раздавишься и удавишься, и тебя увезут в реанимацию, в каталку. А здесь как повезет. В зависимости от того, кто тебя в реанимации, ну, вот это и вот примет. Мне повезло. Меня сопровождали. Ну, в условной реанимации моя жена и очень хорошие люди, которые меня выходили и в момент выхаживания. Ну, в общем, то, что они мне говорили в момент, когда я был еще сильным, я безропотно принял. Все, вот я сказал, вот теперь верю. Кстати, все, о чем они мне и раньше говорили, все и сработало. Это интересный момент, кстати. У меня тоже с женой такая история, она мне вечно говорит, она говорит, тебе вот каждые три недели обязательно нужно брать паузу, вот ты должен отдохнуть, перегрузить свое сознание и потом с новыми силами. Я говорю, нет, еще неделя, еще неделя, еще неделя. Потом проходит еще несколько месяцев просто непробудной работы. Она говорит, я же тебе говорила, что тебе нужно взять один день хотя бы отдохнуть, просто перезагрузиться. Я говорю, нет. И так каждый раз вот с этими концепциями, которые сам себе нарушаешь, не слушаешь со стороны. Мне вот, кстати, я вот слушаю и в целом картинка у меня такая интересная, как бы воспроизводится вообще. И у меня возник вопрос, но вот для того, чтобы перевернуть или заменить, очень часто нужны, скажем так, стальные яйца, потому что, опять же, тем более, когда тебя уже знают, когда у тебя есть какая-то репутация уже, а в нашем современном мире у всех есть социальные сети, все обладают какой-то аудиторией. И если ты, например, что-то делаешь, это, мне кажется, большая проблема тоже сегодня. Тебе очень сложно сказать, я больше этим не занимаюсь, я теперь занимаюсь вот этим, потому что там мне не получилось, мне нужно идти дальше. И очень часто большинство сталкивается с огромным негативом в свой адрес. То, что, ой, да ты там не дожал слабак, или, да у этого там не получается, вообще с ним дело иметь не надо. Хотя человек, как бы, да, он может просто экспериментировать, и рано или поздно, опять же, он экспериментирует, нарабатывает опыт, он найдет что-то, где у него сложится комбинация, он может получить сверхрезультат. И почему у меня возникает этот вопрос? Потому что у вас опыт разнообразный есть, я вот, в том числе, супер неординарный, я не знаю, с клипами про бабло, выступанием с микрофоном, с этой музыкой на сцене, и так далее. Это же своего рода тоже эксперимент, который, ну, там, перевернуть, заменить и так далее, который со стороны воспринимается очень неоднозначно. И так, прям, со стороны можно посмотреть, сказать, так, что-то там происходит очень неоднозначно. Но при этом у вас нет страха к этому. Или есть, может быть, как-то происходит проработка его. Как вообще вот действовать в ситуациях, когда на тебя смотрят, когда есть большой груз ответственности по бизнесу, большой медийный груз ответственности, огромный бэкграунд, семья, дети и так далее. То есть, это же прям целый такой багаж. И тем не менее, вы создаете новые продукты, новые проекты, риска в публичной области, наверняка не в публичной области, в бизнесе тоже. Как? Что позволяет не бояться осуждения, ошибок и чего бы то ни было еще? Ну, если коротко сказать, смотреть глазами, видеть сердце. Чувствовать умом. Я многократно же повторял то, что предлагает социальное давление. Общество, как принято и так далее. Но я же это уже попробовал. И все это приводит меня к скучному, ординарному, к чему-то такому. Мне это не очень подходит. Это хорошо, хорошо в том смысле, что оно предсказуемо. Но мне это не очень подходит. Мне не нравится, что со мной происходит, когда я как трамвай, который из депо выходит утром. День прошел, и я вечером в это депо приехал. День сурка. Мне не очень подходит такая жизнь. Поэтому я постоянно экспериментирую, что принесет мне вот это чувство. Поэтому эти эксперименты, эти поиски. И да, это сопряжено иногда с тем, что я вижу дезориентацию общественную и так далее. Я вижу, как у некоторых больно и даже неприятно все это видеть. Вот. Ну, так мир устроен. Если мы обслуживаем других, ожидания других, то наша жизнь превращается в рабство по обслуживанию других. При этом мне очень трепетно. Я, конечно, забочусь о том, чтобы другие люди не испытывали сильно радикально каких-то плохих эмоций. Ну, в конце концов, я забочусь, чтобы те, на кого это может произвести эффект, ядерные бомбы, ну, чтобы их не было на моем выступлении. И так далее. Ну, есть много способов. Вот. Поэтому мне не все равно, как будут чувствовать люди себя. Но, тем не менее, сделаю ли я ставку на то, что продолжу ли я искать, я продолжу. Я это... После того, как то, что со мной вот случилось, и как я попал в эту западню общественных стереотипов, ну, и потери, актуальности, да, я сделал ставку окончательно на себя. То есть я буду оснащать себя, искать свою актуальность, да, вот. И я замечаю, что когда я актуален, вокруг меня очень много счастливых людей, процветающих, благосостояние их растет и так далее. То есть, ну, все-таки при всем многообразии разных альтернатив, это наилучшее, на что я натолкнулся. Я буду продолжать. У вас в Черняком продолжение темы. В Черняком была беседа интересная, которая мне очень прям так за живое затронула про вот сложности в деятельности и что там была мысль такая, что в целом люди напрягаются примерно одинаково и тратят количество ресурса, там, сил примерно одинаково, а результаты при этом у них абсолютно разные. И я вот там не до конца получил для себя ответы. Хочу, продолжая нашу тему, поговорить немножко об этом. Вот в целом я вот, например, смотрю, да, есть бизнесы разные, эксперименты в том числе какие-то и там и семья, и все, и все, и все, и все. И у меня создается ощущение, что это не то, чтобы легко, но как будто это все происходит без надрыва. Вот я не знаю, как это объяснить словами, но вот есть такие моменты, когда ты чем-то занимаешься, и тебе для того, чтобы сделать действие, казалось бы, это действие, оно может быть элементарно, не знаю, ты можешь сесть письмо написать, ну там условно, или с кем-то встретиться, но ты его делаешь через такой надрыв гигантский, как будто ты от себя кусок просто отрываешь по непонятным причинам. И вот я воспринимаю вот то, что там обсуждалось, что концепция, когда нужно 24 на 7 ЕБШ, чтобы получить результат, как будто бы вот об этом речь, что нужно постоянно делать надрывные усилия над собой, но лично мой опыт жизненный говорит о том, что это приводит меня в очень, ну как бы, плачевные опять же последствия, когда ты вместо того, чтобы делать вот то, что тебе кажется, то, что ты чувствуешь, может быть оно не до конца очевидно, ты через усилия идешь. И вот у меня возникает вопрос, что как раз отличает людей, у которых, не знаю, небольшой бизнес, две кафешки, может быть, они зарабатывают свои там 500 тысяч рублей, от человека, который зарабатывает 500 тысяч долларов или 500 миллионов долларов. Вот где вот эта разница? Она вот в этих действиях, в понимании того, что твое, что не твое, или все-таки как раз в том, что ты умеешь там, где тебе тяжело, и где надо оторвать от себя кусок все-таки сделать? Вот я, мне тогда прям не хватило ответа, оно вот как бы там вокруг да около плавало, но вот прям не было как-то завершенной мысли. И она мне прям очень, сама идея просто затронула, откликнулась внутри. Ну, здесь ответ, скорее всего, кроется вот в чем. Что ты хочешь чувствовать? Ты хочешь соответствовать чужим ожиданиям про успех? Тогда это вот про то, что 500 тысяч рублей надо заменить на 500 миллионов рублей. Потому что вот, успех это вообще про то, что другие думают о тебе и твое желание соответствовать этому. Если ты про обслуживание чужих интересов, то это про успех. Если ты про то, что тебе нравилось, что с тобой происходит, то это не про деньги, это не про успех, это про что-то другое. Это про некое твое чувствование, твое пребывание в неком состоянии, блаженство. Поэтому здесь, в общем-то, ответ кроется в том, что ты хочешь чувствовать. Дело в том, что человек не думает, он чувствует. То есть наше сознание, мы как бы, вот когда нам нравится, что с нами происходит, мы, ну, нам кайфово. значит, поэтому, если ты хочешь длительно пребывать в состоянии, которое тебе, ну, когда тебе нравится, что с тобой происходит, ну, это одно. А если ты хочешь гнаться вот за общественными представлениями, что хорошо, то плохо, тогда ты говоришь про успех и про деньги. Поэтому наша дискуссия, например, с Женей, Черняком, и там не было дискуссии. Ну, это не дискуссия, скорее обсуждение такое было, разных взглядов. Просто у него-то очень картина четкая, что надо просто топить, 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 как бы. Так смотри, для того, чтобы пребывать в состоянии блаженства, надо топить, топить, топить. Но ты же, ты же тут же подчеркнул, скорее всего, топить, топить приведет к износу, к измождению. знаешь, и все. Ну, и конец. Там финал, финал обычно одинаковый. финал очевиден, да, одноразовый герой, да. Герой геройствовал, да, износился, ну, его выкинули. Давайте в следующий. Давайте в следующий. А где герой? А герой на свалке, потому что он травмирован весь и изношенный. Поэтому топить ебыша, ну, приводит к этому. Поэтому для некоторых людей, которые пропагандируют этот подход, ну, им, конечно, нужны люди, которые топят, бегут, которых можно поставить там в какую-то там клетку, и они там бегут. Почему нет? Это все миросообразно, потому что, ну, на сцене же выступают эти борцы там и так далее. Это, ну, как развлечение для других людей. Они же тоже топят, тренируются и так далее. Ну, мир так устроен, что вот есть такие профессии, короче. Но мне лично такой подход не очень заходит. Мы живем в мире обстоятельств. Так, все верно. Мы сами обстоятельства, другие люди обстоятельства, да. И если я концентрируюсь на том, как присвоить эти обстоятельства так, чтобы мне нравилось, что со мной происходит, мои усилия по присвоению этих обстоятельств были минимальными, а мои выгоды и мои замыслы случались, и я умею это делать, то, конечно, это кайф. Где я тут сказал что-то про геройство, про ебыша, про износ? Ничего не сказал. А это наука, это искусство. Поэтому, если ты в детстве, значит, тебя научили ебыша, да, эти паттерны устоявшие потом тебя не покинут. Ну все, не покинут. И ты будешь как белка, значит, там в колесе взбивать какие-то то воду, там, то молоко. Для кого-то. Потому что тот, кто тебе поставит взбивать молочко, он тебя поставит взбивать молочко для него. Ты не сможешь взбивать молочко в сметанку или в маслице для себя. Поэтому те, кто не имеет иного паттерна в жизни, кроме как взбивать что-то, блядь, лапками это, но они обычно такие рабы, крестьяне, служивые люди, которые взбивают сметанку или маслице для кого-то. И я так скажу, если бы я выращивал рабов, вот если бы была моя цель, я бы их выращивал в ЕБШ 24 на 7. Вот именно так бы и выращивал. Я бы их лишил совершенно науки о том, как присваивать обстоятельства с максимальной выгодой, с минимальными издержками. Я бы их этой науке лишил. Но ты тут можешь резонно заметить, так у нас же сейчас в школах так и есть. Главный урок в школах сегодня, какой в России? Послушание. Не высовывайся, не надо вот быть как все, как все, как все рабы, как все служивые люди, как все индустриальные рабочие и так далее. Все. Это выгодно обществу? Я бы не сказал, что это выгодно обществу. Но отчасти. Это устаревший паттерн, смотри, стереотип, который настолько не выгоден нам, как обществу, что просто страшно представить. Экономика России может быть реально в 5 раз, в 10 раз больше, чем сейчас. А она сейчас такая именно потому, что типичный стереотип действия человека вот такой. ЕБШ 24 на 7 и без просветка вот такая. И поэтому, пока у нас не будет концентрации людей с иными подходами в жизни, иными мировоззренческими представлениями, х10 я называю, мировоззренческие представления, х10. Как использовать свой ум, тело и сердце так, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит, и ты достигал бы замыслов своих с минимальными издержками. Вот пока такой науки не очень сильно распространена она, мы так и будем жить в геройстве, преодолевая трудности, которые сами же для себя и создали. Это, кстати, факт, да. Тем не менее, возвращаясь немножко назад, вот про ситуации и присвоение себе, это интересно. То есть, грубо говоря, мы берем какого-то человека, какого-то предпринимателя, у которого, допустим, могут какие-то трудности в бизнесе быть, могут быть еще что-то. Давай не трудности, давай берем тебя. Ты каким-то образом сейчас используешь свое тело, ум и сердце. Так. Ну, неким образом, правильно? Задействуешь его, используешь свой интерфейс доступа. Какой у тебя интерфейс доступа? Может быть, это клавиатура заляпанная чая, и ты вот тыкаешь кнопки, да, и может быть, тебя не очень устраивает, что с тобой происходит, но ты уже привык к тому, что, ну, тыкаешь кнопки вот примерно так, и ты уже сказал, ну, вот это я, это и есть я. А что если я тебе скажу, что твое самое проявление, ну, может быть разным? Если бы мы, например, занялись с тобой изменением актуальности твоего пользовательского интерфейса, и ты бы на себе ощутил, что значит по-иному задействовать твой ум, тело и сердце, ну, тогда бы ты мог сам сложить свое уже представление, насколько твое тело, ум и сердце могут производить иное для тебя. Как вдруг ты бы начал присваивать обстоятельства, да, с минимальными издержками, да, пребывая в состоянии, что тебе нравится, что с тобой происходит. Поэтому это учение X10, оно не только для тех, кто в ауте, тех, кто отчаялся, тех, кто уже силы потерял, да, для них тоже, но оно для всех. Лучше говорить с теми, кто еще не потерял силы, потому что те уже молчат, понимаешь, они лежат на каталке, их привезли, а ты можешь говорить, скажи мне, вот ты в таком состоянии, как ты есть, ощущаешь себя сильным и так далее, ну, норм, видимо, норм, да, актуально ли для тебя вопрос по-иному использовать свое тело, ум и сердце и готов ли ты пойти на, ну, давай так, актуализацию своего самопользовательского интерфейса, чтобы сам попробовать. Вот ты там сказал про притреми себя, что ты пройдешь, ну, ведь есть, кроме предприми себя и более старшие программы, вот, потому что ты достаточно, вот, ну, архетип такого мощного человека, который, ну, может справиться там с разными вызовами, прийти, вот интересно, как ты поступишь, пойдешь, будешь пробовать или скажешь, да, фигня, сам справлюсь. И вот, в зависимости от того, как ты поступишь, дальше можешь спрогнозировать все развитие нашего общества. Потому что, если человек, выбравшись из жопы, тут же попадает в ловушку того, что все, ну, а дальше он сам, вот смотри, вот наше общество, оно не накапливает кумулятивный эффект, ну, от возможности использования ума, тела, сердца. Оно как бы всегда, ну, как бы, если с нами случилось выживание, то мы в этом выживании вот дальше и пребываем. ты знаешь, да, общество, которые выжили, это не значит, что они начали процветать. Ну, понятно, конечно, логично. Тот потенциал, который у меня есть, я, как и любой другой человек, это про любого человека можно сказать, то, что людей, которые используют свой потенциал на 100%, их, ну, наверное, не существует, у всех есть гораздо больше. И я, глядя на себя, я точно понимаю, что у меня потенциала гораздо больше. Почему не используешь? Ну, почему не идешь? Наверное, не иду в X10? Да. Не знаю, наверное, у меня не было как достаточно, не было достаточно количества точек соприкосновения. И мой подход, например, всегда, я не иду учиться в программу, я обычно нахожу того человека, который мне нужен и очень плотно пристаю к нему с расспросами и так далее. То есть у меня, по крайней мере, в моей картине всегда так было. То есть у меня всегда появлялся какой-то старший партнер или еще кто-то, с кем я дальше что-то создавал, например, в бизнесе так или иначе. Ну, подход. То есть, да, это вопрос, наверное, просто подхода. А у меня вот именно с точки зрения образования, книг и так далее, у меня сформировалась картина наоборот, двоякая. Потому что у меня был момент времени, когда мне там сказали, вот классная книжка, я прочитал, говорю, давай еще вот классная. Я начал читать, 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 я в какой-то момент себя поймал на мысли, что я сижу, а у меня информации противоречащие в голове настолько, что я не могу принять решение. Потому что одна книжка мне говорит, вот так надо делать, другая вот так. И я сижу, и я как немножко, ну, потерянный просто стал. И у меня наоборот, вообще к образовательным каким-то вот историям, к литературе в том числе, такое даже немного отторжение сформировалось, в отличие от живого общения с людьми. Потому что дело не только в том, какую информацию ты получаешь, но дело еще в том, как ты ее трактуешь. И, например, вот я, например, задаю, я, может быть, про одно и то же спрашиваю разными словами, потому что я пытаюсь понять. И, а если ты, например, посмотрел какое-то, я не знаю, видео одно, ты мог воспринять это вообще не так, как надо. И результаты, соответственно, в жизни ты будешь получать не такие, какие ты потенциально мог бы, если бы трактовал это корректным образом. Это как есть вот эти клубы, ну, книголюбов, которые прочитали книжку, а потом сидят три часа, обсуждают, что они прочитали. Потому что один увидел так, другой так, это вот как картинка с кубиком, да, которую ты вращаешь, и у тебя есть много граней, и ты каждый раз по-разному можешь посмотреть. Вот здесь вот то же самое. Поэтому, наверное, лично мой, я слушаю, мне резонирует. Мне резонирует просто на уровне даже не конкретных каких-то инструментов, а просто по ощущениям, да. Вот. Но мой подход к жизни, например, просто вот находить человека и к этому человеку присасываться и дальше с ним как-то двигаться до определенного момента. либо не до определенного момента может быть долго двигаться. Это хороший подход, он действенный, но он не всегда работает. Дело в том, что концентрация, ну, первая часть, с книгами все действительно так. Дело в том, что речь же не идет об информации, которой у тебя нет. Ну да. Поэтому дополнительное получение какой-то информации только все путает. Ну, тут я соглашу. Да, в этом смысле ментор, наставник, ну, или другой человек, обладающий некой степенью там актуальности в чем-то, он является резонатором того, что ровно то, что надо, ровно столько, сколько надо. И тогда, когда надо, приходит тебе в этот момент. То есть другой человек для тебя является таким, ну, спасительным жилетом, который дает тебе вот эту дозировку в разговоре. Именно потому, что видит и чувствует тебя на резонансе. Поэтому, конечно, мне очень нравится этот подход через людей. Другой вопрос, что мы же состоим из такого множества разных тем и областей, по всем которым, ну, и необходим вот этот вот резонансная актуализация. И одного контакта, например, с Игорем Рыбаковым или там с Васей Ивановым может быть недостаточно. Сто процентов. И можно, ну, как бы, можно просто посмотреть, сколько у тебя контактов. Если у тебя обильная вот эта вот, обильная база контактов с людьми актуальными, да, ты можешь набрать вот это все так называемое, давай, поле причин, которым ты очень актуален. А теперь давай применим. А как измерить? Складывается ли у тебя, ну, поле причин, инструментально измерить, чтобы не попасть под эффект вот этого? Я считаю, что достаточно. Ну, вот как измерить? Ну, мне кажется, здесь... Какую метрику? Ты сам. Да, ну, метрик несколько. То есть, если мы говорим про конкретно там меня, как предпринимателя, метрикой всегда является результат твой в бизнесе. И он выраженный в деньгах, капитализация у каждого по-своему. А вторая метрика важная, это, наверное, просто внутреннее ощущение. Потому что, ну, у меня лично, я, ну, по крайней мере, сейчас считаю, что нахожусь в той кондиции, когда я довольно неплохо себя понимаю. И когда я двигаюсь куда-то не туда, мне настолько отчетливо это понятно, как еще там пять лет назад я мог закрыть на это глаза и сказать, да нет, это какая-то фигня. Сейчас я очень чутко вот прям чувствую это. Чувствуешь? Вот две, да, две такие вот, наверное, метрики. Одна количественная, вторая качественная. Ну, вот у меня восемь метрик. Ну, в принципе, они, я не знаю, там, не хотел бы их там типизировать, да, но их восемь. Это внутреннее самочувствование, это физический тонус, это финансовая автономность, это отношения в семье, это отношения с деловыми партнерами или там на работе, в зависимости, да, это общественная репутация, это внешнее самочувствование. Я часть этого мира или я напротив всего этого мира. И восьмое, это чувство Бога или интуиция. Ну, кто как это называет. Восемь. Ну, слушай, две их там. Более совершенственная модель, просто несколько более совершенственных граней. Ну, я это называю октодом, октодом, восемь граней. Я, в принципе, по ним смотрю. Если какая-то грань меньше 50% наполнена, значит, вот эта вот фигура октодом, она вот какая-то куция, площадь фигуры маленькая. Ну, я вижу, что любая из грани, любая, влияет очень сильно на качество моей жизни, на то, что я чувствую. И видишь, там финансовая автономность, она занимает, ну, одну восьмую. Да и более того, она сформулирована у меня как? Это не размер денег. Да? Это то, что общество трактует, что чем больше денег, тем лучше. Я говорю, финансовая автономность, то есть мне достаточно вообще? Да? Если мне достаточно, если у меня есть финансовая автономность, я чувствую, что у меня есть финансовая автономность. Все, в моем октодоме эта грань покрыта. Все. Поэтому я всех бизнесменов, особенно предпринимателей, первое, чему я учу, прям настойчиво учу, я говорю, все ваши финансовые метрики переведите, пожалуйста, в схему финансовой автономности. Если ты чувствуешь себя финансово автономным, эта метрика закрыта. Потому что все, что будет выше твоей финансовой автономности, все равно пойдет на твой роль, статус, признание, принадлежность, автономность. Все равно все пойдет в обслуживание твоих других потребностей. И поэтому дальнейший бег по кругу, как крыса, как белка в колесе и так далее, в погоне за этой метрикой, чем больше денег, тем лучше, он изнашивающий. Это огромный структурный перекос. Вот и все. Поэтому я просто рекомендую всем использовать октодом в измерении себя. Это некий, про некий баланс. Баланс условно. Только не баланс, это некое присутствует ли в твоей жизни некие критерии, которые тебя делают наполненным. Это не про поиск баланса. Подчеркиваю, это не про баланс, потому что нет никакого баланса. Я как раз к этому хотел подвести, что мне кажется, это нечто недосягаемое. У тебя так или иначе перекос всегда идет в сторону того, где тебе сегодня актуально. Вот над чем ты работаешь, в ту сторону идет и перекос. А если ты предприниматель, то у тебя перекос пожизненный в сторону твоей какой-то самореализации и бизнеса, наверное. Ну, по крайней мере, у меня так по ощущениям. Насколько это так или нет? Ну, вот в клубе владельцев бизнеса ЭКЮ практически все бизнесмены приходят вот с этой болезнью. Это болезнь. Структурно-поведенческий перекос в области финансовых метрик или финансово-результативных метрик. Там все приходят. Вот у нас там цели такие. Ну, больные люди на голову. Потому что, собственно, их структурно-поведенческий перекос и есть то, что ослабляет их возможность достижения каких-то значимых результатов. Точка. Все. Структурно-поведенческий, ну, вот человек, когда перекошенный, ну, вот сгорбленный, ты встал, вот две руки, две ноги, вот согнись и попробуй так бежать. Ну, тяжело. А если ты попробуешь бежать в присядку, еще тяжелее. Поэтому, грубо говоря, некоторые бизнесмены прекрасные компании построившие, да, останавливают прогресс своих компаний именно потому, что сами инвалидируют себя. Вот и все. Поэтому, приходя в клуб Экиум или в X10 Академии, в X10 Сообщества, в X10 Клан, первое, что я им говорю, ребят, метрика измерения вашей жизни больше не является финансовый результат или там размер вашей компании. Вот. финансовая автономность будет на том месте, где у вас был финансовый результат. Автономность, да, и мы пойдем по другим частям вашей жизни. И когда вы другие части вашей жизни наполните, вы увидите, как у вас компания начнет расширяться. Она говорит, мы не верим. Если мы перестанем бить какое-то место, она перестанет расширяться. Я говорю, вы слишком переоцениваете значение себя в вашей компании. Я говорю, очень часто так бывает, когда предприниматели перестают заниматься своей компанией, ну, давай так. Бизнес растет. Да, бизнес растет. Значит, что выходит, ты, значит, мешал ему. А как? Предприниматель, когда это видит, знаешь, что он делает? Он пытается вернуться, потому что ему так обидно, блин, как это без него бизнес растет? Сейчас все скажут, что, значит, раньше он мешал. Я говорю, не спеши, насладись этим. моментом. Иди, открой другой еще бизнес, пусть будет куст каких-то бизнесов и так далее. То есть, существует, конечно же, масса, ну, способов, как, но при этом должен быть внешний человек, который, как проводник, проведет предпринимателя, ну, поддержит его, а не станет его плющить, там, какими-то, там, иными формами социального, там, давления. Не надо. Не надо плющить людей. Не надо выходить из комфорта. Вот эта дурацкая вещь, что надо выйти из комфорта, что что бы случилось. Эй, нужно выйти из комфорта. Нужно расширять комфорт. Еще и в том направлении, и в том, везде расширяется. В результате пространства, в которых ты комфортно живешь, расширяется. Еще одна догма. Про выход из комфорта и так далее. Как этот мем. Ну, вышли мы из комфорта, и что дальше? И что дальше? Да. И голову отрубило, там, или руку, или ногу, да. Поэтому, я еще раз говорю, меньше надо слушать тех, кто рассказывает что-либо. Надо быть рядом с людьми, у которых получается жизненный успех, при этом в разных сферах жизни. При этом, если ты подбираешь учителя, подбирая человека, у которого и в семье, и в репутации в обществе, и в деловых частях, и во внутреннем отношении, ну, во всех гранях октодома есть очень интересные проявления. Тогда вероятность, что у тебя будет во всех этих гранях наполненность, большая. А если ты взял чувака, у которого там явный структурный перекос в чем-то, ну, и ты будешь перекошенный. Ты же знаешь, пошел жить рядом с этими, которые вот марафоны бегают, ну, все. Побежишь. Знаешь, сколько людей вот так вот идут с ними, живут, а потом приходит, у них там сердечный приступ. Об этом же не пишет вот эта спортивная пресса. Они говорят, спорт, ты жизнь. В смысле жизнь? Огромное количество людей на этих марафонах, там, сердечко, там, то, все, ноги, у кого-то коленки вышибают и так далее. Да никакой не жизнь, спорт. Читайте Черчилля, что он сказал про спорт. Я говорю, всем в своей жизни благодарен спорту. Я им не занимался ни одного дня. То есть, человек не предназначен для спорта. Ну, кстати, вот. То есть, смотри, поэтому в октодоме, в грани октодома какой? физический тонус или физическое здоровье. И это не про спорт. Я на спорте. Это про некий физический тонус, когда твое тело, ну, способно удерживать твою голову, то есть, ты не болеешь, ты не разваливаешься и так далее. Это не про некий спорт, некую увлеченность очередной херней, которая тебя изнашивает. Подчеркиваю, любой спорт изнашивает, а всякие беги и марафоны изнашивают, ну, просто вот, невероятно, да. Потом люди лечатся коленки, значит, вставляют себе там металлические. Ну, это, кстати, тоже, мне кажется, про определенное понимание ощущения себя, потому что у меня вот здесь вот был Никита Нагорный, это гимнаст наш, олимпийский чемпион, и вот он рассказывал, и он, я сидел реально недоумевал, он говорит, да я котлет обожрусь, на тренировку уйду, там, тут прогулял тренировку, тут прогулял, тут забыл, там что-то сломал, тут мышцу порвал. Говорит, я вообще, говорит, так занимался, это, наверное, тоже определенное ощущение понимания себя, и что у тебя какие-то есть все-таки выдающиеся данные, опять же, для той или иной деятельности. Ну, много видов цирковой деятельности, есть клоуны, есть спортсмены, и я достаточно радикально здесь высказываюсь, это все миросообразно, но родители или семьи, которые, например, выбирают для своих детей, для девочек, например, путь балерины, должны понимать, что они выбирают путь, в котором девочкам сломают ножки, и девочки будут всю жизнь мучиться на этих сломанных ножках, ну, покалеченных. Поэтому все как бы миросообразно, да, но за все придется платить, платить, ну, чем-то. Поэтому в большинстве своем, вот в паблике я вижу такой романтический нанос вот этого всего, там, балет, спорт и так далее. Однако я бы подчеркнул бы следующее, ну, нам бы, нам бы раскрывать всю истинную суть вот всех этих явлений. Вот, ну, говорить обо всем, а не об одной стране, да, как это хорошо быть на спорте. Я бы так сказал, ну, хорошего мало, на самом деле, быть по количеству. Надо помнить, что из 10 тысяч людей, которые идут в профессиональный спорт, достигают медалей, там, несколько, да, и то, потом всю жизнь они работают на таблетке. Поэтому, ну, слушай, после этого, я думаю, это не означает, что это плохо. Еще раз говорю, мы живем в структурно-поведенческом перекосе, мы себя погружаем в него, наши семьи, ну, помогают нам погружать себя в него. в принципе, да, все как бы нормально, но если мы будем более осведомлены и так спокойно к этому относиться, возможно, разочарования будет меньше и так далее. Люди будут точнее выбирать направление своего пути, потому что понятно, когда большой структурный перекос, люди под воздействием взрослых, кому они доверяют, выбирают иногда вот эти вот области деятельности. а потом всю жизнь ругаются, что вы нас там ориентировали на это, ну, не знаю. К слову, про структурно-поведенческие вещи, вот если мы говорим, опять же, про автономию финансовую определенную, она же, то есть, это же такая штука, которую невозможно оценить или как-то остановить, определить или все что-то. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты видишь перед собой каких-то новых возможностей открывающихся и так далее, где есть эта автономия. То есть, я не знаю, вот есть там, не знаю, семья обычная, вот классическая семья, там, жена, муж, ребенок, вот их трое человек, а они могут в целом и в квартире в 40 метров квадратных ужиться, а могут жить в квартире в 200 квадратных метров. Это может быть обычный дом, а может быть хороший дом, у них может быть одна машина, а может быть две машины и так далее. То есть, и это же тоже про автономию определенную и про качество жизни. Так вот, и здесь, мне кажется, тем более у людей, которые занимаются бизнесом каким-то, у них как такой челлендж определенный, машина получше, квартира получше, не знаю, там, самолет получше, еще что-то получше, и у тебя эта автономия, она как будто ты связан, ты не до конца автономен, потому что это же просто сопроводительный процесс. Вот как вообще это формируется, некая автономия? Ну, то, что ты рассказал, это совсем не про автономию, это про некое выполнение программы или алгоритмов, которые в тебя посадили. После машины поменьше, есть машина побольше, а после побольше, есть очень побольше и так далее. Квартира то же самое. Это обслуживание социальных догм. Их намеренно распространяют в обществе потребления, как некий алгоритм жизни. После этого, вот это, и ты как белка в колесе бежишь. Те, кому это интересно, ну, капиталисты, им это очень интересно, правительству это интересно, потому что у людей есть направленность действий, капиталистам интересно, потому что ты будешь покупать. Я буду зарабатывать. Ты будешь стремиться зарабатывать и стремиться потратить все заработанное над продуктами товар. Вот. Но бессмысленность этого действия, она, кстати, будет не бессмысленностью, а смыслом. Потому что, ну, все же так живут. Ну, по сути, да. И смысл будет, да. И все, все при делах, как бы все хорошо. Вот. При этом, я еще раз говорю, что будет чувствовать человек при этом? Будет ли он чувствовать, что ему нравится, что с ним происходит? Или он будет чувствовать смысл, что все так живут, и мне так следовало бы жизнь. Но чувствовать он себя будет хреново. Это не рассматривается. Потому что в этой модели капиталистической, да, что чувствует человек, неважно. Это не рассматривается. То есть, качество жизни людей и чувствование людей не является предметом рассмотрения, ну, капиталистической системы. Поэтому те, кто выбирает такой путь, ну, многие его не выбирали, их на него посадили, да? Ну да, ты же не выбираешь, у тебя же просто есть определенный, ты запрограммирован на то, что чем круче у тебя машина, тем ты круче. Ну, смотри, запрограммирован. Я тебе почему-то говорю, мы не выбираем, нас воспитывают так, и мы потом как белка в колесе. Поэтому некоторым людям везет по дороге жизни встретить учителей, которые им говорят, ну, так можно жить, вот ты так живешь. Окей. Но есть и другие способы жизни. Ну, другие. Не значит, лучше, хуже и так далее, просто другие. Примерь на себя, может быть, тебе зайдет лучше, ну, тогда останешься там. Ну, это примерно следующее, смотри, ты ходишь в согнутом состоянии, и вдруг наталкиваешься на какого-то человека, который тебе говорит, слушай, а вот распрямись. Ради прикола. Да, ради прикола, распрямись так, пройди. Ну, а теперь можешь согнуться дальше и жить так, а можешь так. Он говорит, а что, можно так? Да и сам решай. Ну, большинство людей, когда пробуют однажды жить по-другому, они как бы описывают это как встречу с Богом, ну, как нечто очень какое-то удивительное, волшебное и так далее. И никогда не хотят вернуться обратно в вот это сгорбленное состояние, вот это изнашивающее там белки в колесе. Вот и все. Но везет, еще раз говорю, немногим. Потому что плотность людей или плотность населения, воцерковленных на то, что жить надо, вот в постоянных вот этих бегах, изнашивающих себя и так далее, ну, огромное. В школах дается такое базовое воспитание. Общество содержит такие базовые ориентировки. Ну, это, так сказать, исходная ситуация. Это не про плохо и хорошо, это вот, ну, это исходное вот так. Поэтому вот эта передача или там YouTube мои ролики и так далее, да, ну, они, в общем-то, отчасти тоже служат тому, чтобы, ну, постоянно, как такой, знаешь, пульсар. Поставить под сомнение. Да. Но он не ставит под сомнение, он говорит, что, ребят, есть другие способы жизни, я вот так живу, если кто хочет с ними познакомиться, ну, читайте мои книги, а лучше приходите в их 10 сообщества, в их 10 академию и примерьте. Да, потому что очень важно примерять этот образ жизни, смотри, ну, рядом с мастером. Ну, ты знаешь, как бы все-таки, как ты сам примеришь для себя образ жизни, ты же вот говорил про себя, что, ну, ты вычитал в книжке, а может, ты там интерпретировал как-то не совсем подходящим образом. Вот. Поэтому лучше интерпретировать и примерять с мастером. Для этого в Exist Academy существуют программы, они вот есть, или базовые программы, они программа с мастером. Обязательно есть сопровождающий, который владеет этим подходом. Без него бессмысленное чтение этих программ. Ты знаешь, многие мне говорят, а, чего я пойду в академию, я там где-то на торрентах там скачаю и так далее. Я говорю, скачивайте. Это не будет иметь никакого эффекта, если ты просто почитаешь тексты, посмотришь видео и даже выполнишь задания, которые есть. Никакого эффекта не будет по сравнению с тем, что ты сделаешь то же самое под присмотром мастера, который будет акцентировать твое внимание на некоторых очень важных моментах, например, особенности выполнения упражнений. Дальше. Групповой разбор, что люди чувствуют. Когда люди делятся множественными интерпретациями про одно и то же и обогащают себя вот этим семейством интерпретаций группы, где-то еще за один прием увидишь такую множественную интерпретацию. Тебе же казалось, что ты сделал интерпретацию, и это так, и вдруг ты видишь еще восемь человек, которые тебе про то же самое говорят еще восемь разных способов как. Именно в этот момент у человека происходит удивительное вот это вот явление, что он видит, что одно и то же, это не одно и то же. И его мир расширяется на те восемь миров. То есть плотность, плотность чувствования и плотность понимания человека изменяется. Как это работает, до конца не знаю, но это работает. Вот на этом эффекте построены гарвардские, стэнфордские программы, сингулярити и так далее, и экзистикадемия. Таких школ пока немного в мире, но они завоевывают популярность именно тем, что они позволяют использовать то, что есть у человека, то, что есть, по-другому. Это максимально бережный подход, не когда тебе пихают новой информацией, а когда тебя погружают в такое поле причин, где то, что есть у тебя уже начинает производить другой эффект. Обалдеет, что происходит с людьми. И дальше они смотрят на свой октодом, и у него по всем граням начинает расширяться. Феноменально? Нет. Это не колдовство, это не чудо, это физика. Простая физика и даже не метафизика. Ты вначале стал говорить про метафизику? Звучит немножко, потому что как метафизика. Но лучше говорить так, метафизика, кстати, это очень хорошо. Когда говорят эзотерика, даже эзотерика, это использование непонятного. Ну, то есть эзотерика на самом деле это то, что просто непонятое. Ты знаешь, блондинка, когда садится в BMW X3, она не понимает, как BMW ездит по чесноку. Она не знает, куда заливается бензин. Я сейчас не в обиду блондинкам говорю, но в целом. Я тоже, кстати, давно не открывал капот своего Maybach. Правда. И иногда, когда я даже попадал в такие ситуации, что надо капот открыть, залить эту жидкость. Я звоню водителю. Серега говорит, где тут кнопка? Капот открыть, да? Поэтому та блондинка, которая не знает, как капот работает, на каком топливе работает машина, или как этот мотор вообще там работает. Садится и едет прекрасно из точки А в точку Б. Смотри. Поэтому нам не нужно знать, как это, черт побери, все работает. Нам нужно коллекционировать те вещи в оснастке, которые нам позволяют использовать наше тело, ум и сердце наилучшим образом. Наилучшим образом присваивать обстоятельства с минимальными издержками. Поэтому я, в отличие от многих мастеров, гранд-мастеров, я говорю, ребят, зачем вам знать, как что-то работает? Возьмите себе то, что использует то, что у вас уже есть, и задействует вас по-другому, чтобы вы без чрезмерных усилий добивались успеха, благосостояния и так далее, без геройства. Только, пожалуйста, без геройства. И я вот всем своим ученикам гарантирую, наилучший способ добиваться успеха именно с помощью подходов X10. Финальная тогда, финальная... Я уже три раза финальную тебе дал. К чему? Не-не. К чему? К чему? Какая цель этого всего? Что это? Счастье? Или куда? Куда все это? Для чего все это? Для чего все это нужно-то? Ну, давай так. Вот каждое свое выступление на Ютубе я сейчас завершаю уже традиционно так. Знаешь, если равнодушать хорошее, плохого места просто не останется. И в данном случае я страстно, алчно, со всем своим честолюбием делаю это. Мне кайф от этого. Я вижу, сколько людей уже получили феноменальные инструменты в своей жизни. И тоже приступили к преподавательской деятельности. И вот эта вот виральность, вот это вот распространение хорошего, я уже не один это делаю. Мы с расподвижниками. И, кстати, я надеюсь, что ты присоединишься тоже. Зерно посажено. Я не то, что надеюсь. Это заразное. Да-да. Это уже, не то, что надеюсь, это уже решил. Я не решил, знаешь, это настолько заразное, что я просто сколько вот видел, так или иначе, все мы становимся участниками вот этой вот сети размножения хорошего, чтобы плохому места осталось очень мало. Вот примерно так. Супер. Спасибо большое. Я так, у меня заварились, я чувствую, как у меня закрутились шестеренки в тех областях, где они не крутились. И я думаю, что у ребят, которые нас смотрели, тоже очень многое появилось. Не то, что... Без вопросов появилось много ответов. Это как раз то, о чем мы говорили. Спасибо большое. Это очень ценно. Если не против, я бы предложил разыграть книжечку с автографом. С удовольствием. Да. Ребят, короче, давайте сделаем так. Мы обсуждали сегодня темы довольно широкими словами, и метафизика была, и конкретика была. Давайте сделаем так. Пишите свои инсайты, и кто напишет самый интересный вывод, не банальный, а кто вот на себя, например, что-то накинул, какую-то мысль, и уже вот сейчас чувствует, что это резонирует, это уже сейчас во что-то трансформируется, во какое-то действие, в какую-то идею, пишите это в комментариях. Мы все прочитаем, и за самый интересный вывод, самый интересный комментарий, книгу Игоря Рыбакова с автографом вручим. Да, я хотел бы еще одну книгу предложить за самую лучшую историю, ну, лучшую, самую интересную историю, которую вы напишите относительно вашей, возможно, трансформации. Вот у тех, у кого была эта чувственная трансформация, возможно, мы уже делились здесь с Сашей, значит, что с нами было. Если вот у кого было, и вы опишите вот за эту еще одну книгу с моей подписью, в результате будет две книги. Супер, это, кстати, интересно было бы, интересно почитать чужие истории, да. Супер. Ребята, прямо сейчас подписывайтесь на канал обязательно, втыкайте лайк, и мы ждем ваши комментарии, будем все читать, и разыграем обязательно две книги. Игорь, спасибо большое. Yeah.